друзья всех приветствую на своем канале 9 февраля продолжаем колдовать от корзины сцепления в общем взял и два подшипника 204 новый подшипник кстати ребята уж кому интересно 62 так 6204 он идет маркировка на нем украинского производства достаточно хороший подшипник мы сейчас скроем еще посмотрим крутится тяжело значит маска там есть вот прекрасно единственный блин проблема второй подшипники тоже взял моим творческом беспорядке его не скоро найдешь вот он второе он открытого типа вот это вот не есть хорошо чем потому что надо его намазать будет не знать на чтоб сюда попала смазка поэтому либо со старого пыльники поставлю сюда так все нормально но смазки нет вообще смажем все сделаем дальше что значит дальше я снова разобрал прозину сцепления потому как многие жалуются вот на эти вот пружины что они жесткие они сжимаются и вот этот вот диск вот этот прижимной вот туда и прижимной тут крышка диска не получается его выдавливать так вот между вот этими шпильками и в общем сам диск соприкасается только в нескольких местах здесь 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 там где шпильки стоят там его притягивать это понимаю здесь эти пружины выпучивать его делает его ну плитчевоязыцах наверно вот пружинки есть меня тоже они к несчастью нашлись это восьмерочный клапанный механизм вот эти внутренние пружинки то есть они намного намного этой пружины вот не сжимается чутка помягче чем вот эти вот родные вот внутренняя пружина где-то она нет наружная пружина тоже клапанного механизма она еще как бы это но думал думал я и поэтому решил да ну его к черту ладно оставлю эти пружины какие какие стояли родные сцепление у меня не вело то есть не бог с ним два года отходила и нормально посмотрел в общем то в интернете народ тоже разделился на два лагеря одни говорят что эти хорошие что с ними лучше вторые говорят что ведет сцепление я короче экспериментировать не стал отложу их в сторону буду ставить снова свои родные дальше значит что а еще чего снял то я в общем вот этот вот шат в лапках вот смотрите вот я открутил вот родные шплинты стоят здесь отверстие на 8 сам шплинт на 7 и в общем вот такая вот очень что я сделал я опять же наш вот такие вот шпилечки они нормально сюда подходят и нормально здесь работают плюс ко всему еще гайками поджимает вот эти вот два уха и лапка стоят вот такая но сейчас эту шпильку я сниму потому что здесь вот этот отлив очень маленький там он буквально пару или тройку миллиметров из там шпилька другого плана была мои вот такие шпильки буду ставить сейчас первоначального снялся установкой подшипников установим подшипник сначала 204 а потом ввести 106 сюда украинскому производителю респект поставил я подшипник на место ответе скрыл пыльник все набит или . все летал здесь достаточно хорошо но вид чувствовать прям что он это тяжело крутился что хочется сказать почему загудел именно вот этот и 200 вместо что и подшипник изначально подшипники стоят именно так вот этот подшипник я промазал сам а тот подшипник стоящий в корзине он получается стороны корзины закрыт пыльником был я его просто тупо не помазал доступ не стал бы лучше зачем вот это сыграла злую шутку вперед вышел устроит это еще могу отходить тот который стоял год может два это тоже всего но все продолжаем снимать дальше так мы все собралось саму корзину сцепления пока вот так вот здесь просто болтами стяну ставим диск переду вот он ставится вот ребята обратите внимание с одной стороны вот он не имеет выступа самого посадочная тупица его с другой стороны он имеет вот такой вот хвостовичок так вот хвостовичком ставить сюда на себя прижимной крышки признаюсь честно у меня стоял неправильно не знаю из завода так было или я когда его первый раз менял вернее пружинки вставлял на тогда я сам перед перестаял в общем вот так вот и стоит все сейчас идем на место ставим туда его на корзину сначала вернее на вал то надеваем крышку что чтобы нам его зафиксировать на валу так он болтается если мы тут на месте сделан первичного вала нет соответственно он собьется и потом диск и подшипники не совпадут так ну что ставим пока ребята возникает у многих вопросы как же ставить собирать корзину сцепления на валу то есть смотрите изначально когда мы закручиваем все мы ставим прижимную крышку у нас длины болтов стандартных которые идут здесь не хватает поэтому просто берем два болтика на 8 вот видим примерно два два с половиной сантиметра закручиваем два болта друг напротив друга но затем уже они стягивают нашу корзину и докручиваем 4 болта родных так вдруг то никто не знал на будущее наш диск стоит сцепление ранее корзина стоит на месте все прижимной диски закрутил вот она так вот все стоит ставится сейчас его снимаем отсюда снимаем его и уже будем заниматься непосредственно лапками установки лапок установки храпового механизма и подшипника так поставил пружинки кстати я пружинки сделал чуть побольше стояли 35 я взял наверно добавил миллиметров 5 миллиметров 5 критка на полную шпильку сейчас буду цельного кинул все это дело в общем то подставится эти шайбы мы буду устанавливать лапки на вот те шпильки которые я заготовил вот таких вот три шпильки делаем сцепление поставил все все на месте сейчас навлево храповый механизм я оставил саму муфточку вот вот желательно когда ставить будете сцепление самого ребят кто что вот это все стояло на месте в противном случае его зажимает вот это вот втулки когда нету на валу потом снимается очень плохо я вот когда диск восстанавливал очень трудно снимать не было я поэтому снова все разобрал вытащил диск все это сделал установил лапки сейчас сначала поставлю храповый механизм с подшипником потом буду ставить корзину по поводу выживного подшипника опять же возвращаемся к нему значит китайский выживной подшипник с мотоблока не стал я ставить жигулевский по той простой причине что просто был в запасе вот этот ну чтоб не лежал просто так сейчас сделаем его но я тот подшипник разобрал показал он там не было смазки то есть основная причина выхода из строя подшипника это то что смазка выходит и туда вот есть этот версия попадает пыль тем самым разрушая подшипник что мы сделаем сейчас наличие у нас уже много подшипника с постоянным доступом к нему да то есть открытый в жены подшипник дает нам определенный плюс я сейчас сверлом на 3 здесь сделаю отверстие через которое при помощи шприца можно будет запускать смазку идея сразу скажу не моя посмотрел ее на ю тубе на канале юрия чистоклетов ну чтож попробую сделать по этому принципу то сейчас просверлил отверстия попробую то забить даже смазки еще если она зайдет и потом просто герметиком это дует отверстие это заделаем я думаю вот вот нам счастье то есть после определенных количества времени можно это герметик убрать взять шприц закачать туда смазки и поехать дальше надо пользоваться тем что все таки подшипник открытый вот смотрите это и минус его в то же время это плюс надеюсь что это плюс вот такая вот отверстие проделал его это только верхнюю верхняя получается крышку там снизу это еще одна металлическая пластина вот я и не слова просверлить и все сейчас возьмем шприц при помощи шприца медицинского закачаем куда еще смазки хотя как показывает практика там смазка есть мы еще давай так выжимной наш готов значит вот я задел поднимка на свет видео задел герметиком все отверстие отверстие в общем почти два двухкубового шприца туда еще вбил ритову как бы вот так все нормально зашло без всякой иголки даже я делал с иголкой не полез в иголку но потому что у нас как бы это как видите 16 градусов я его отогрелся маленечко но само дело то на улице летом может быть через иголку вот заходите сейчас нет ладно сейчас маленько подсохнет смазкой не смазка это пропаду герметика в общем подсохнет и я буду ставить на место особенность за уральской зимой заключается в том что в гараже холодина а вот уже на солнце время 12 час капельки закапали с крыш хочу был снежок так корзину установил значит вот сейчас ведь и лапки как отвело лапки стоят практически параллельно самой корзине сейчас был их тут подкручивать и выставлять пара уже новым подшипником сначала лучше что дело сначала устанавливаем закручиваем здесь ставим шайбу закручиваем гайку затягиваем все шплинтуем потом будем регулировать регулировки лапок сцепления нам потребуются вот такие вот щупы сделал я их из кровельного железа профлиста там где-то примерно с краской 0 5 миллиметров сейчас из них был составляет между выживным и лапкой сцепления и тем самым регулировать так вот смотрите установил пластинки на место так прокручиваем и все наши пластинки держатся то есть мы установили зазор 0 5 миллиметров и проверим так убрали в стороны щупы все наше сцепление работает подшипник стоит на месте вот шум такой это не кажется пыльник там не родной стоит у меня в подшипнике он обработать там стоит пыльник пластинка от велосипеда все закончил я сцепление в рабочем положении вращается уже мой стоит на месте собака включили уже мной все вал стоит на месте это все крутится набиваем в крышку солидола ставим ее на место потом запустим проверим уже уже как в работе под а а а а работая а 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 сцепление отрегулировали нормально все поставил все работает всем пока до новых встреч увидимся на канале